Коллеги, рядом со мной Сергей Киселев, компания Manzana Group. Здравствуйте! Добрый день! Сергей, вы были спикером сегодняшней деловой части. Давайте расскажем немножко о теме выступления. Тема выступления актуальная. Это персонализация предложений для покупателей ритейла. Это альтернатива массовым промо-акциям, которые распространены. Почему актуально? Потому что с точки зрения сегодняшнего дня мы привыкли к соцсетям, к видеостримингу, который подбирает под нас контент, видео, когда мы кликаем то, что нам нравится, и нам подбирает все время новый-новый контент, который для нас очень актуальный. Соответственно, мы привыкли к этому, и мы хотим, когда приходим к ритейлеру, чтобы он уже тоже нам предлагал то, что нам интересно, и на самом деле еще и по той цене, которая нам интересна. И в этом плане мы являемся той компанией, которая подбирает как раз этот контент с точки зрения товаров, которые человек точно купит. То есть мы такие предсказатели будущего. И еще и предсказываем, по какой цене он купит. А кроме того, мы еще делаем ему коммуникацию с ним по тому каналу, который ему предпочтительный. Это может быть e-mail, это может быть push на мобильное приложение, либо другие способы. Это могут быть Viber, а может быть вообще печать на чек, хотя это такой устаревший способ, но он тоже возможен. Расскажите, в принципе, я так понял, огромное количество работы должно быть проделано для того, чтобы это произошло. Потому что для конечного пользователя это явно плюс, потому что получает предложение, которое ему интересно и с бюджетным, и с бюджетной составляющей, и с вообще продуктовой, так сказать. Скажите, насколько это интересно ритейлерам, насколько это энерго и финансово затратно, и насколько это дает свой результат? Да, смотрите, все это построено на современных технологиях машинного обучения, или еще их называют технологии искусственного интеллекта. Да, это модное такое слово, к которому мы все стремимся, и там пророчество такое, что люди будут воевать с машинами. Вот к этому и идем. Вы во главе как раз вот этого фронта, который сделает SkyNet. Да, да, да. Вот. Что необходимо для машинного обучения? Ему необходимы большие данные. Он не может работать на маленьких данных, ему должны большие данные, чтобы он мог найти именно закономерности. Вот. Поэтому, во-первых, это интересно для ритейлеров, от которых там достаточно большое количество участников программы лояльности. Это порядка там, ну, 100 тысяч как минимум должно быть, а то и под миллион это лучше всего. Но самое главное, это должно быть сам процессинг внедрен, да, то есть должна быть программа лояльности, которая интересна покупателям. Второе, должны быть уже налажены каналы, коммуникации. То есть это либо мобильное приложение должно быть у ритейлера, да, его собственно, через которое он может быть коммуницировать, либо это может быть там e-mail, да, он собирать. То есть это должна быть коммуникация, да, то есть через что-то он должен коммуницировать. Это могут быть там другие какие-то сервисы, через которые он коммуницирует. Вот такие два параметра, которые необходимы в первую очередь. А дальше уже подключаемся мы, мы забираем все эти чековые данные, да, исторические, и на массиве этих данных накладываем свой сервис, и он уже выдает эти данные, мы загружаем обратно в процессинг, и вы получаете персональные предложения, приходя к тому или иному ритейлеру. Расскажите, были возгласы браво, были крики, теперь я, я, нет, я следующий. Насколько это актуально сейчас для ритейлеров, или в наше время, может быть, они притормозили эти программы в году, например, какой-то экономии, или все же это экономия ради экономии, а на самом деле вложение в эту сферу дает, наоборот, еще больше прирост и прибыль? Да, в эту сферу дает именно прирост, и здесь они не притормозили. Единственное, что происходит, во главе у нас там большие ритейлеры идут в эту тему, так как они передовые по технологиям, и, соответственно, идут. Они понимают свою выгоду, они понимают, что они делают, потому что это и X5, и Magnit, и Dixie, да, то есть это те компании, которые туда идут, предлагают. И еще самое главное, смотрите, что вот эти персональные предложения, они очень актуальны для высокочастотного бизнеса, да, то есть который там вы приходите, продуктовый ритейл, там чуть ли не каждый день или раз в неделю точно вы приходите. И, соответственно, достаточно опять массив данных получается большой, и мы легко предсказываем, например, как вы приходите. Вот, это актуально для аукомаркетов, да, то есть мы можем предсказывать с точки зрения, что же вам интересно будет перед каким-то мероприятием, а может быть, в принципе, да, перед пятницей. Вот. Получается, они видят мою, например, переписку в будущем, да, искусственный интернет видит мою переписку, понимает, что у Сережи сегодня свидание, я прихожу в какой-то ближайший аукомаркет, тут же подается сигнал с моего мобильного телефона, что Сережа пришел за шампанским. Тут же выкладывается лужка шампанское, и я его покупаю. Ну, это уже следующий такой сервис, да. Это называется, когда вы приходите в магазин, да, то есть мы анализируем, вы пришли в магазин, и, соответственно, начинаем вам подбирать прям в реальном режиме предложения. Но это будущее. Сейчас это немножко по-другому, то есть мы анализируем ваше поведение там неделю назад, две недели, месяц назад, там, три месяца, и с учетом такого. Там очень сложный алгоритм, это там машинное обучение, это несколько библиотек используется, да, то есть которые простраивают такую, знаете, стомерную векторную графику, да, там смотрят ваши покупки с остальными покупками, идет сегментация, то есть вы определяетесь с похожими на вас такими же покупателями, смотрится их корзина, что они покупали и так далее. Но цель-то, знаете, всего этого, чего заключается в том, что мы дополняем корзину, то есть мы хитрым образом говорим, купите вот этот товар в этой категории, он чуть получше, чуть подороже, с точки зрения ритейлера, чуть маржинальнее. Вот, соответственно, это получается такое еще, рост выручки и рост маржи. Спасибо вам, вы на гребне волны и хай-тека, это здорово, то, что все не стоит на месте, спасибо вам за вашу работу. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok